Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье Святая Церковь совершает память преподобной Марии Египетской, посвящая святой отрывок из Евангелия от Луки, глава 7, стихи с 36 по 50, а также предлагает для нашего рассуждения дневное евангельское зачало от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Иисус. 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время Иисус, подозвав двенадцать, опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую и левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, десять начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Находясь на пути в Иерусалим, Господь подозвал двенадцать учеников и снова поведал им о предстоящих Ему страданиях смерти и воскресении. Тогда приступили к Нему Иаков и Иоанн Зеведеевы. Вероятно, из всего сказанного им запомнился лишь титул Сына Человеческого, который, по их мнению, был связан со славой и триумфом. Думая о времени, когда Христос провозгласит Себя Царем в Иерусалиме, и, надеясь на собственную выгоду, они сказали «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Места по правую и левую руку от царя обычно принадлежали высокопоставленным придворным и, следовательно, были самыми почетными. Борис Ильич Гладков поясняет. Иаков и Иоанн вместе с Петром избраны были Иисусом из всех двенадцати апостолов присутствовать при его преображении и при воскрешении им дочери Иаира. Это избрание, это отличие от других дало им повод думать, что они в Царстве Мессии, в славе Его займут лучшие места, будут первыми. Под влиянием этих дум они и обратились к Иисусу с просьбой возвысить их над другими в Царстве Его славы. Апостолы действительно не понимали тогда, что просить первенства значило просить самоотречения и мученичества за имя Христова. Поэтому Господь вопрошает, «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Эти слова указывают именно на то, что приближение ко Спасителю в Его Царстве заключается в уподоблении Ему в страданиях. О страданиях здесь говорится как о чаше, которую должны разделить со Христом его последователи. Образ этот заимствован из обычая восточных царей посылать осужденным на смерть чашу с ядом. В словах о крещении выражена та же мысль. Греческий глагол «баптиза» означает «погружать», а в данном контексте – «погруженный в переживание». Зная, что со временем апостолы пострадают за него, Христос пророчески сказал Иакову и Иоанну, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И действительно, Иаков был обезглавлен внуком Ирода Великого, Иродом Антипой. Иоанн же, хотя и не погиб как мученик, но много пострадал за Христа. Остальные ученики, узнав о просьбе братьев, были возмущены, скорее всего, тем, что их опередили. Поэтому Христос, призывая всех к смирению, говорит, «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Дело в том, что в обществе того времени почетным считалось править и руководить. Но у последователей Христа иные ценности и приоритеты. В Царстве Небесном главным является служение другим. Именно поэтому Сын Человеческий пришел послужить и отдать душу свою для искупления многих. Наш же с вами спасительный подвиг, дорогие братья и сестры, выражается в смиренном и добродетельном служении ближним, потому что именно так мы служим Богу и собираем сокровища небесные, которые выше и ценнее сокровищ земных. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех, гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok